Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать всех, кто собрался в столь ранний час у экранов своих телевизоров. Сегодня на календаре 18 октября и встречает с вами этот новый день Павел Михно. Но, как всегда, у меня для вас подготовлены самые интересные новости и факты. Это программа Фрэш-новости, и мы начинаем. 20 градусов и ясная погода ожидаются сегодня на Гомельщине. Ветер будет юго-восточного направления скоростью до 4 метров в секунду. К слову, рекорд пока принадлежит 1998 году. Тогда температура воздуха прогрелась до 19,5 градусов. Впрочем, эта отметка сегодня выглядит не такой уж и недосягаемой. Чего не скажешь о рекорде со знаком «минус», который был установлен в 1971 году. В тот год температура воздуха упала до минус 6,6 градуса Цельсия. Сегодня в общественно-культурном центре Гомеля состоится юбилейный концерт симфонического оркестра Гомеля. На сегодняшний день он является собой высококлассный коллектив, состоящий из безгранично преданных своему делу профессиональных артистов, ставящих своей целью продемонстрировать гомельскому слушателю всю красоту и богатство элитарной музыкальной культуры. Более 40 артистов объединенных задачей раскрыть тайны безграничного классического искусства. Каждый год на протяжении трех десятилетий представляют широкой аудитории качественные и стильные музыкальные проекты. Начало концерта в 18.30. 17 и 18 ноября в Гомеле пройдет открытый международный фольклорный фестиваль-конкурс «Промень». Фестиваль будет включать конкурсное выступление, мастер-классы и галоконцерт. Для участия в конкурсной программе приглашаются любительские и профессиональные артисты без ограничения возраста. Конкурсное выступление должны представлять фольклорную традицию или включать авторские произведения фольклорной стилистики. Прием заявок на участие осуществляется до 30 октября. Подробная информация о мероприятии находится на официальной странице фестиваля «Промень» ВКонтакте. 21 октября в общественно-культурном центре Гомеля пройдет осенний киберспортивный чемпионат. Первое официальное мероприятие областного молодежного общественного объединения киберспорта «Платун» обещает быть масштабным. В нем примут участие 100 спортсменов из Беларуси, Украины и России. Ожидается около 300 гостей и до 1000 на прямой трансляции в интернете. И в продолжение темы в Гомеле пройдет первый большой турнир по виртуальному боксу. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо предварительно зарегистрироваться. Бой будет проходить до победы одного из участников, то есть до нокаута или по окончанию 12 раундов. Чемпионат состоится 26 октября. Все подробности ищите в соцсетях. 20 октября на базе сельского дома культуры в Березках пройдет конкурс рок-групп и вокально-инструментальных ансамблей на Вольнице. К участию в конкурсе приглашаются вокально-инструментальные ансамбли и рок-группы независимо от ведомственной принадлежности и без возрастных ограничений. Заявки уже подали коллективы из областного центра, Будокошулевского, Цветлогорского и Реческого районов. Ожидается прибытие гостей из российских клинцов. Концерт с тибетскими поющими чашами и австралийским диджериду пройдет 20 октября в Музее истории Гомеля. Дополнят звучание турецкие, индийские и иранские инструменты. По словам организаторов, это будет не концерт в классическом понимании. Каждый слушатель получит порцию исцеляющего звукового массажа, ведь вибрации древних инструментов являются не только лечебной, но и профилактической процедурой. Также концерт будет сопровождаться рассказом о необычных инструментах и техниках медитации. Министерство лесного хозяйства инициировало проведение акции «Чистый лес». Мероприятие состоится 20 октября. Главной целью акции является привлечение внимания общества к необходимости бережного отношения к лесу, основному природному ресурсу Беларуси. Сегодня по-прежнему остаются актуальные проблемы несанкционированных свалок-отходов. В связи с этим Минлесхоз призывает всех неравнодушных беларусов принять участие в акции, внеся свою посильную помощь в благоустройстве лесной территории. Отмечается, что принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество. Организация министерства обеспечит участников «Чистого леса» необходимым инвентарем. Беларусские ученые разрабатывают новый вид сосны, более устойчивый к вредителям. Во многих районах страны, особенно на юге, наблюдается массовое усыхание сосны. Данное явление получило название «караедное усыхание сосны». К резкому росту размножения стволовых вредителей привели экстремальные погодные условия. Понижение грунтовых вод, уменьшение количества осадков и засуха. Отмечается, что химическая обработка неэффективна для борьбы с вредителями. А единственный метод – сдерживать распространение на данный момент – это вырубка деревьев и сжигание порубочных остатков. В связи с этим беларусские ученые работают над новым видом сосны, который будет более устойчив к вредителям уже на генном уровне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Японии в расписание школьников ввели новый урок, на котором детей учат плакать. Сообщается, что данные навыки помогают людям снимать стресс и приводить свои чувства в порядок. Обучающие уроки проводят как в школах, так и на работе с целью поддержания психического здоровья. На занятиях слезы стимулируют фильмами, грустной музыкой, воспоминаниями или книгами. Один из первых тренингов прошел в сентябре на базе частной школы, куда пришли 79 учащихся. Все они смотрели фильм с драматичным сюжетом, а позже писали эссе, чтобы вызвать у себя слезы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яркое сиреневое небо над американским штатом Огайо удалось снять на камеру. Необычные кадры удивили пользователей интернета. Видео набрало почти 300 тысяч просмотров. Чтобы доказать, что это не стекла машины, искажают свет. Очевидец высунул камеру из автомобиля, что стало причиной такой аномалии, пока неизвестно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Американские ученые доказали, что собаки могут понимать и различать слова, и даже способны запоминать их смысл. По мнению специалистов, собаки воспринимают не только интонацию, но и значение произносимых человеком слов. Было также установлено, что собаки верны людям, потому что нуждаются во внимании и позитивных эмоциях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как передает РИА Новости, тайна Стоунхенджа раскрыта. Ученые узнали, для чего строилось известное архитектурное достояние каменного века. Люди, которые занимались постройкой, были самые обычные. И, как оказалось, никакого отношения к божественному Стоунхендж не имеет. Еще одним главным открытием является и то, что Стоунхендж строили 50 поколений людей на протяжении полутора тысяч лет. Ведь по подсчетам ученых, транспортировка мегалитов занимала миллион человеко-часов. Поэтому ученые пришли к выводу, что Стоунхендж строили богатое сообщество, которые размещались на юге Британии. Данные гипотезы придерживаются и археологи. Они нашли в погребениях Стоунхенджа множество золотых вещей. Самое удивительное, что золото обнаружено сразу в 15 курганах того периода. По одной из версий, памятник должен был стать обычным кладбищем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой он? Стиль современного мужчины. Именно об этом пойдет сегодня разговор в программе «Добрый вечер, Гомель». Включайте сегодня телеканал «Беларусь 4, Гомель» в 20.25 и присоединяйтесь к эфиру. Телефон в студии 342-243. Также ищите нашу группу «Добрый вечер, Гомель» в ВКонтакте и присоединяйтесь к нам в Альбер по телефону «Плюс» 375-33-34-22-430. Я, Павел Михно, желаю вам продуктивного дня. И помните, если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите сначала хорошее настроение. Субтитры создавал DimaTorzok